Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня я покажу вам, как я делала ключницу для сына. Работа была несложная, но длилась у меня на два дня. Вот такую ключницу можно сделать из подручных материалов. У каждого дома есть книги, которые никто никогда, наверное, уже читать не будет. Единственное, что исходило из того, что мне нужен плотный переплет. И нашла вот еще учебник детский. Буду использовать его для создания внутри коробочки. Вот этот картон намного лучше, чем гофрированный из какого-то ящика. Я сейчас вымеряю, на какую высоту я буду делать саму коробочку. Вот 4 сантиметра у меня. И смотрим стороны. Здесь у меня 12, я сейчас все позаписываю. 19,8. Малярным скотчем помогу себе это все склеить. И потом буду на горячий пистолет. Вы можете любым своим клеем делать. Это мне дает сейчас возможность проверить, как это будет внутри стоять. Сейчас еще есть возможность где-то что-то подрезать, подровнять. Подклеить надо вот эту часть. Здесь я уже приклею на полимерный клей. Плотненько с натяжечкой наклеиваем. Но надо, наверное, в закрытом виде это сделать, чтобы мы видели, как оно будет держаться. Полимерный клей должен хорошо приклеиться. Поэтому минут 20 надо подождать. Друзья, у настоящих книг вот здесь всегда усиливалось соединение марлей. Но сейчас марля такого качества, что мне кажется, проще взять вот такую серпянку на клеевой основе и вот это соединение все проклеить этой серпянкой. Самый низ проклеить. И теперь я планирую внутри все обклеить обоями. Вот такие у меня флизелиновые обои перламутровые. Чем они хороши, тем, что можно впоследствии потом все это красить. Друзья, обклеила я внутри флизелиновыми обоями. Приклеила крючки. Вот такие на липучках. Прикрепила магнит. Вот для сумочек, которые продаются, я покупала на Алиэкспресс. И прикрепила сюда магнитик. И теперь она хорошо захлопывается. Обклеила все боковинки. И все остальное я загрунтовала белой акриловой краской. И пришла идея сделать это все под камень. Поэтому я буду работать дальше с пеноплексом. Планирую сделать вот такой камень. То есть рисовать я ничего не буду. Я распечатала, нашла картинки в интернете. Срез камня. И сейчас будем приклеивать картинку камня. Вначале я немножко пошкурю наждачкой, чтобы сцепление было лучше. Мелкой-мелкой наждачкой, чтобы она сильно не поцарапала. Так как у меня поверхность фактически готова к приклеиванию. А бумага у меня обыкновенная, офисная, плотная. Поэтому я грунтовать не буду. Сразу буду приклеивать. Вначале я промазываю клеем ПВА картинку. Пока картинка промокает, промазываем пеноплекс клеем. Выгоняем весь воздух и лишний клей из-под картинки. Даю просохнуть. Сейчас приклеим такой же камень на коробочку. И сейчас буду картинку приклеивать не до самого конца, а вот до вот этой окантовочки обоями. Кстати, когда я сделала застежку, у меня все-таки образовался небольшой зазор. Но я сейчас это переделать не смогу, так как магнитик так прикрепила, что его уже не переделать. Нужно было его немножечко ниже сделать. Зато все очень плотно держится. Так, у меня тут застежка немножечко сейчас выпирает. Но мы ее все это закроем декоративными элементами. Обязательно все это просушиваем и покрываем лаком. Друзья, а я заранее сделала вот такие декоративные элементы. Это самодельные молды, которые я сделала из силикона и крахмала. Как их делать, в конце видео на экране вы увидите активную ссылку. Переходите, посмотрите, кто не видел. А сами вот эти декоративные элементы сделаны из финишной шпаклевки. Как делать массу, я тоже вам рассказывала. Переходите в конце видео по ссылке. Я примерно так на бросах делаю, что я хотела сделать. Вот такая форма дракона у меня есть. Вот примерно вот такой вариант. Элементы эти сделала заранее. Красочку сразу беру более жидкую. Акриловая краска с колерами. Получается, что я фактически грунтую. Все-таки немножко темнее сделала и цвет. Друзья, а вот лакировать эту работу придется очень много. Лак должен быть глянцевым, чтобы действительно создать вот эту глянцевую поверхность камня. Отшлифованную. Распечатки у меня струйным принтером сделаны. Чернила пигментные. Они не растекаются. Неводные. Я хочу здесь немножко добавить золотого цвета. Вот по каким-то прожилочкам. Совсем немножко. Тоненькой кисточкой. Фактически дрожащей рукой. В принципе, здесь камень как бы самодостаточный. Но мне бы вот хотелось что-то сюда еще такое свое внести. Еще добавлю серебряный металлик. Ну, буквально вот то, что на кисточке. Тут достаточно этих отблесков будет. И есть еще перламутр вот такой. Он тоже очень такой прозрачный. И сейчас как подсохнет, покрою лаком. Друзья, теперь вырезаем камень, как мы с вами это делали во многих работах. Сперва под 45 градусов, потом немножко еще вдоль картинки. Плохо, что у меня не досохла еще картинка. Лаком покрыла я только 4 раза. Но здесь надо очень много слоев лака нанести. Но я уже начну делать срез камня сбоку. Я планирую все-таки покрасить белой краской. А потом делать заливки уже вот теми цветами, которые присутствуют на самой картинке. У меня есть такой бежевый цвет на картинке. Желто-коричневая. Я беру теперь тонкую кисточку. И прям еще по невысохшему белому цвету буду проводить различные полосы. Где шире, где уже. Пусть они будут немножко соединяться с белым цветом. Если мне что-то не понравится, я, конечно, буду все переделывать. Но вот здесь я иду в длину. Полосы здесь вот так идут. То и здесь я пройду как бы сверху вниз. Зеленый навела. И точно так же сейчас буду проходить зеленым. Темно-коричневый с черным буду мешать. Если даже где-то у меня смешается и с зеленым. Продолжаем подбирать те цвета, которые есть на картинке. Самое главное, что мы не должны делать прямых линий. Я сейчас это все просушу. Все сейчас вот краски намешаны, но они очень сырые. Подготовлю пока элементы, которые мне нужны. Будут сюда. Немного попробовала затонировать, как это будет смотреться. Элементы я буду приклеивать на вот такую шпаклевку. ВГТ универсальная. Изначально немножко пройду по краю. Сравняю вот этот переход от картинки к обоям. Прикладываю. Здесь убираю, чтобы не выглядывало. Сгиб где будет открываться? Я не захожу, потому что там может потом в дальнейшем все обсыпаться, когда высохнет. Я открываю, проверяю. Здесь можно мокрой салфеточкой очистить то, что мы уже лакировали. Подрисовки сейчас будем делать, но после того, когда это все просохнет. Выносила все, просушивала на солнышке. Очень явные вот эти полосы, они мне не нужны. И я белой краской и пористой губкой сейчас немножко это скрою. Вот так буду проходить. Можно белым побольше, там где проходят вот эти белые прожилки. Кому кажется, что мало темного, можно еще пройти, еще несколько раз вот это все подработать. Также можно золотой красочкой какие-то, такие прерывистые линии. Полностью лакирую и посмотрим, что получится. Если что-то не понравится, можно сухой кисточкой подтонировать и убрать лишний блеск. Потому что это у нас уже получается не срез, а сколы. При каждой возможности покрываем вверх еще лаком. Краску я буду разводить прям жиденькую и немножко проливать по шпаклевке. Проливаю буквально по капельке, чтобы только вот как-то разбавить ситуацию. Теперь я все лакирую. Черно-коричневая краска еще и по бокам. Я сейчас возьму белую акриловую краску, сухую кисточку. Еще это все при глушке. Вот так у меня получилось. Я понимаю, что может быть у кого-то получится намного лучше. Показала, как это можно сделать. И приклеивать я их буду на полимерный клей. Любой полимерный клей здесь подойдет. У кого не загрунтовано, то лучше сажайте на шпаклевку. Так как у меня здесь только два крючка. Может быть каждый раз не захочется открывать. Я планирую еще добавить сюда крючки. Вот такие из строительного магазина я сейчас вкручу. Перед тем, как вкручивать, я немножко капаю клея. Вкручивается очень легко. Из-за того, что мы еще и подклеили. Все это держится очень хорошо. Сейчас я буду выделять вот эти объемные элементы. Но мне надо сделать золото такое, чтобы оно было ярче, чем на камне. Поэтому у меня есть золотая пудра. Я ее смешаю с акриловым лаком. И я вот так легонько. Я еще планирую вот этим золотом немножко здесь пройти. Кнопочка. Она серебристая, но мне ее нужно под золото подкрасить. Подкрашу крючки золотой краской. Теперь мне нужно будет объединить всю работу. Буду приклеивать на полимерный клей. Сзади делаем крепление, для того, чтобы повесить на стену. Как делать такие крепления, я показывала вам в одном из видео. Вы можете выбрать любой из предложенных вариантов. Хотела показать вам итог работы. Друзья, а я на сегодня с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!